Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас заказ по 12 каталогу Фоберлик. Огромная коробка, много новинок. Заказ, как всегда, на 50 баллов. Итак, поехали! Вот традиции. Я вам распаковочку показываю. Чек прилип. И вот так все это дело выглядит внутри с перегородочками. Смотрите теперь. Ой, как здорово! Кстати, в этот раз мне очень выгодно заказ на 50 баллов обошелся. 4900 вместе с доставкой на 50 баллов. Хотя много было акционного товара. Вы знаете, прям вот порадовало. То есть без доставки вообще получается 149 рублей доставка, 4700 с чем-то. Заказ на 50 баллов. Это, я считаю, вполне себе нормально. Так, давайте, с чего начнем мы с вами? Начнем мы с того, что в этом каталоге очень классная цена была на прокладке. Я решила запастись. Я взяла три упаковки ночных. Они редко бывают сейчас по такой цене. Они подорожали теперь 179 рублей. Поэтому в следующем каталоге они будут дороже. Взяла три штучки. Три упаковки. Артикул, прокладок у нас с вами 112,95. Здесь 7 штук. Они реально классные. У них две пары крылышек. Одни посередине, ближе к переду, скажем так. И другие сзади. В самом конце широкие. Такие широкие крылышки. То есть, ну, здесь защита вообще обалденная. Мне очень понравится. Я таких ночных прокладок, именно такой формы, ни у одного производителя не видела. Это, во-первых. Во-вторых, от них, так же, как и от дневных, которых я взяла две пары, меньше болит живот. Потому что здесь анионовый чип. Я не знаю, турмалин это так работает или что. Но на самом деле меньше. Сейчас пока он у меня не болит. Но был такой период после первой беременности. И они меня реально спасли. И многие девочки, кстати, в комментариях писали тоже. Потому что, ну, не знают, как это чудо вообще работает. Но, тем не менее, работает то, что живот болит меньше. 112,89 артикул дневных. И здесь уже 10 штук. Здесь одна пара крылышек. Вот как они выглядят, да? Сейчас покажу ночные. Они здесь нарисованы. То есть, сзади, видите, какие они широкие. Сзади вот такие вот. То есть, вот прям от протекания. Вообще потрясающе. Мне очень они нравятся. Я их обожаю. Так, дальше что-то у нас тут с вами в отдельном пакетике. Еда, как всегда, еда. Отдельно кладут. Пошуршу немножко в кадре. Девчонки, я хотела заказать кофе, который в банках. Его в каталоге еще нет. Он с добавлением молотого в банке. Видели? Может, в группах ВК, Фаберлик или вообще. А у нас многие девчонки знают. Мы в чате, ватсапе общаемся. Нету, вообще никакого нету кофе на складе. Не в банках. Хотя оно еще даже в каталоге не появилось. Его уже разобрали. У меня девочка моя одна успела. Женечка, если смотришь видео, тебе привет. Она тоже, кстати, ролики снимает. Ссылочку на ее канал размещу под видео. У нее бывает очень интересно и полезно тоже. Вот. И она успела взять еще в 11-м каталоге две банки кофе. У нас будут новых. Все. Нет на складе никакого. Если в прошлый раз был хоть с апельсином, я успела урвать. Сейчас никакого нет. Представляете? Вот если бы компания Фаберлик выпустила побольше кофе, она бы сейчас озолотела. Все ждут этот кофе. Я взяла два чая. Два травяных сбора, точнее. Один новинка, один нет. Одного тоже не было на складе. Много чего не было уже на складе. У нас центральный склад давно такого не бывает, чтобы вот прям вот все расхватывали так быстро. Первый. Это вот новинка у нас. Чистота и легкость в теле. Гидрайн, да? Артикул. Ну, куда ты, дорогой? Артикул его. Где артикул-то у нас? На траве. 157,71. Здесь мята, ежевика, крушина, алтей, пижма, репешка или не знаю, как кукурузная рыльца, хвощ, Александрийский лист, амела белая. Интересно. Здесь 20 пакетиков. Один открою, покажу вам. Зип-замок. Поэтому можно как бы смело открывать. Они обычные вот такие вот пакетики с травой. Не смейтесь. Я знаю, сейчас вы смеяться будете с травой. Так, и второй взяла бронхо. Я беру такой чай, такой сбор на осень ребенку. Если вдруг начинаются какие-то симптомы простуды, мы пьем этот чай и все отлично. Здесь у нас мать и мачеха, чабрец, ромашка, шалфей, шиповник, корень солодки. Отличный, изумительный состав. Поэтому той осенью и весной у меня был этот сбор. И сейчас обязательно должен быть чашков. О, он начинается с 1 сентября. Застрелите. Так, кетчуп классический, естественно, я взяла. Потому что мы все его очень любим. У меня дочь теперь просит постоянно вот с этим кетчупом все кушать. Хотя раньше она как-то не особо ела кетчуп. Так, 46 месяцев. 160-50 артикул. Именно классический нравится. Шашлычный тоже безумно вкусный. Очень радует, что здесь нет сахара. И очень радует, что он из помидоров черри. Я их просто обожаю. Поэтому для меня этот вкус пока лучше. Если майонез нет, то кетчуп, да. Так, что взяла по Фаберлик Лайк? Взяла Кушу на Сюлу. Я в обзоре каталога вам говорила, что буду брать его. Мне показалось, что он как-то с лицом работает лучше, нежели кушон Бэби Фейс. Хотя у меня есть видео, ссылка будет в инфобоксе, где мы сравнивали с вами эти два кушона наглядно. И по оттенку они, в принципе, похожи. 600 рублей выходит кушон по лайкам. Это нормальная цена. Мне его хватает месяца на 3-4 минимума. В общем, кушон отличный. Мне кажется, он немножко, как сказать, повлажнее, что ли. Не знаю. Тут он тоже неплох для нормальной, ну, я бы сказала, юной кожи. Для моей он тоже неплох. Но этот мне нравится больше для возрастной, но точно для сухой кожи. Вот он больше подойдет. Хотя они вроде по действию практически одинаковые. Но все-таки девочки сравнивали составы. Не открыть вообще. И говорили, что различия действительно есть. Поэтому я отдаю все-таки предпочтение кушону этому. И по цвету он мне больше подходит. Хотя я тут брала тоже темный оттенок. Они, в принципе, одинаковые. Он подстраивается, да? Вот так это все дело выглядит, зеркальце, пуховочка. И тут у нас с вами... О, смотрите, вот эта штука уже была отодрана. Или так и предполагалось, в общем. Не знаю, должна она быть приклеена была или нет. Вот эта штукенция. Вот он сам кушон. Кто не видел сводчик, кто хочет посмотреть, как он выглядит на лице, видео в инфобоксе есть, девчонки. Так, артикул 61-68. Мне он очень нравится. Хватает мне его надолго. Это лучший тональный крем по мне. Он как-то сглаживает что ли поры. Лицо становится цвет ровный. Слой тонкий. В общем, все в нем прекрасно. Поэтому взяла в запас. Мне вот теперь его на осень хватит. Дальше потом опять на эту супу буду брать. Так, из новинок, девчонки. Начнем с помады. Будем дозировать с вами новинки, не новинки, да? Чтобы было интереснее. А помада новая, вот эта вот, как она называется, девчонки? Soft Nude. Вроде как нюд, но не все оттенки далеко нюдовые. Здесь артикул у меня 409-95. Это, по-моему, цвет какой-то что-то типа персиковый нюд. Как-то вот так. Вот как выглядит флакончик. Поцелуйчики на самой помадке. И вот такой оттенок. Я люблю такие освежающие оттенки. Не люблю мертвецкие нюды, если честно. Сейчас мы с вами, конечно же, нанесем. У меня тут в заказе как раз салфетки. И зеркало есть в кушоне. Пять штук салфеток опять взяла. Беру их ребенку. Беру их и для всего, в принципе, дома. Мне очень они нравятся. Они прекрасно пропитаны. У ребенка тоже никаких нареканий. Они не вызывают ни покраснений, ничего. То есть все идеально, все замечательно, да? Артикул салфеток. Здесь 50 штук. 17,98. Да, они не самые бюджетные. Но, знаете, для маленького ребенка в два месяца хочется брать что-то надежное и проверенное. А вот эта линейка Фаберлип, мне кажется, она вообще безупречная. Мне безумно нравится. Пять штучек я таких взяла в запас. У меня штучки три остались, но пусть лучше будет, да? В следующий раз возьму поменьше. Пять пачек лежите. Сейчас мы с вами будем срочить и наносить помадку. Сотрем то, что у меня на губах. Заодно вам салфетку покажу. Они большие. То есть их еще и растянуть можно. Смотрите, какие большие. Они хорошо пропитаны, они очень мягкие. Они комфортные. Знаете, есть детские такие салфетки, они как бумажные, что ли. Вообще не айс. Смотрите, девчонки, на сводч. Ориентируйтесь, потому что у меня на губах татуаж. Видите, у меня губы сами по себе какие яркие. Поэтому вы лучше ориентируйтесь на сводч. Я вам при естественном освещении обязательно сейчас все просмотрю. Все, помаду стерла, губы высушила. Наносим. Запах практически никакого нет. Еле уловимый, приятный. Не бабушкиной помадой пахнет. Фаберлик такие есть. Кто давно, вы знаете, да? Ой, класс. Это прям практически под мой нынешний цвет губ. Под мой татуаж. Она очень легкая. То есть пигментация ненасыщенная, неплотная, скажем так. Она ложится как бархат. Она ложится как сатин. Даже я бы так сказала. То есть когда вы ее только наносите, кажется, что она сатиновая. Что тут у меня все размазалось. Жара у нас неимоверная. Девчонки, еще сейчас дождь прошел. Влажность опять снимаю в походных условиях. Последний день жары, судя по всему, начинаются дожди. И знаете, с ней такой можно создать эффект зацелованных губ. То есть она не делает четкого контура за счет того, что у нее такая вот очень мягкая текстура. Она больше как сатиновая, девчонки. Сейчас, конечно, посмотрим, во что она превратится на губах. Это нюд, а это нюд. Это действительно персиковый нюд. Освежающий, красивый. Или коралловый, как он называется. Я не помню в каталоге, девчонки. Но партийку посмотрите тогда. 409,95. Очень красивый. Очень красивый. Мне нравится. Такой розовый с коралловым подтоном, что ли. Розовинка тут тоже какая-то такая есть. Он немножко высветляет. Нет, мои губы. Мой татуаж. Но красиво. Сейчас сделаю сводчику и покажу. Вот как выглядит помадка в стике. Она как-то в стике, вы знаете, более такая рыжая, персиковая. А по факту она розовенькая такая. С персиковым подтоном. Смотрите, вот тут один раз провела. Вот тут несколько раз. То есть она такая, видите, низкопигментированная, что ли, скажем так. Вот при естественном освещении я вам показываю сводчик. Но мне нравится. Красивый оттенок. Хороший, достойный, правда. Видите, она как масляная. Даже по сводчу видно, что она как масляная. Хотя финиш потом бархатный через несколько минут. Ну вот в стике она почему-то вот такая вот оранжевая. Вот такая. Пока, ну бах. Она сатиновая. Очень мягкая, которая быстро будет стираться абсолютно точно. То есть вот я сейчас только и проведу, она вся сотрет 100%. Но проверим чуть попозже с вами. Из новинок еще взяла серию Арису. Мне она, в принципе, нравится. Все, что я из этой линейки пробовала, моим волосам подходит и нравится. Не скажу, что прям супер-супер уход. Но у Катюшки Матисс посмотрела в инстаграм отзыв на эту серию. И она очень-очень хвалила. Сказала, что волосы прям ее ожили после моря. Поэтому, естественно, взяла. Здесь у нас камелия и шампунь. 250 миллилитров. Артикул 79-26. Будем в следующем видео с вами тестировать. Беленький такой перламутровый, девчонки. Он вылезает, видите. Одушка очень ярко выражена, кто не любит. Мне все равно, я как бы на это внимание не вращаю. Катюшка вроде говорила, что она на волосах остается. Такая яркая-яркая цветочная, прям насыщенная. Сказала бы даже так. Так, и укрепляющий бальзам для всех типов волос. Вот артикул. Здесь 150 уже миллилитров. 79-27. Он у нас запечатанный. Мы его открываем. И он абсолютно такой же белый перламутровый. С абсолютно идентичной отдушкой. Будем в следующем видео с вами, девчонки, тестировать. Очень интересно. Мне эта линейка нравится. На самом деле нравится. Так, еще есть новинок у нас с вами. Масло для волос новое в ботанике. Сила и энергия. Если то перцовое, оно хорошо жгло, то это у нас больше направлено на восстановление волосяных луковиц. Для ослабленных и склонных к выпадению волос. У меня волосы, слава богу, не выпадают. После беременности, слава богу, комплекс этаминов пропила. И нормально. Не знаю, что было, если бы не пропила, потому что после первой вылезали. Но, тем не менее, для профилактики, мне кажется, не помешает. Артикул 1287 тоже с вами протестируем обязательно. В следующем или в одном из следующих видео. Так, девочки, знаете, что я еще взяла? Захотелось мне чагу сибирскую взять. Буду ребенку, наверное, давать. Но почитаю, конечно, можно или нет чагу давать детям. Потому что живицу я даю где-то лет с 4-х. Вы меня в комментариях спрашивали. А вот эта вот штука, она тоже здорово укрепляет иммунитет. Здесь глицерин и чаги экстракты. И вода очищенная. Про свойства я вам не буду рассказывать. Вы сами посмотрите. Я помню, что как ему на модулятор очень хорошая вещь. И там много полезных свойств вообще у чаги. Вот такой вот флакончик. Объемом 50 миллилитров. И здесь 50 порций, я так поняла. Да, 1 миллилитр у нас получается на порцию. Здесь пипетка, что мне, кстати, крайне нравится. Это удобно. Я уже видела обзор на этот продукт. Он такая темная субстанция. Не имеющая никакого запаха. Хочется лизнуть. Сейчас на руку капну, девчонка. Как йод. По цвету вот прям как йод. Я за кадром, ладно? Никакого неприятного вкуса. Чуть сладковатый, все. Не знаю, вообще практически ничего. Поэтому по миллилитру в кофеечек с утра добавлять. Он вкус, мне кажется, даже кофе не испортит эта вещь. Посмотрим, девчонки. Посмотрим про пьем. Почитаю, можно ли давать ребенку. Потом вам обязательно расскажу. В обзоре каталога или в вопросах под видео. Была хорошая цена на гель для купания младенцев. Запаслась. Говорила вам уже, что безумно люблю эту линейку. Он очень деликатная. Обалденная душка. Классный дозатор. Ребенка купаю и младшего, и старшего. И сама использую за этой же линейки гель для подмылания. Поэтому никаких нареканий. 1641 артикул. 190 миллилитров. В запасе взяла. Хотя у меня таких, мне кажется, еще штук 6 стоит. Но знаете, когда хорошая цена, хочется запастись. Потому что знаю, что это всегда надо. У нас вообще много в каталоге того, что всегда надо. Поэтому как это для себя одно у меня заказ на 50 баллов. Как можно не набрать заказ на 50 баллов себе одно, я не понимаю. Потому что в магазин за продуктами ходите. За дезитарантом ходите. За едой ходите. За средствами для мытья, для купания. За прокладками ходите, ходите. Ну вот вам магазин на диване, пожалуйста. Еще и с доставкой на дом иногда. Мужу взяла в Antadventures. Ему понравился этот аромат. Шариковый дезодорант антиперспирант. Артикул ВО 8154. У него действительно классный аромат. Мы берем уже не первый раз. Это как бы такая вот постоянная покупка. Маст хэм. Новая серия в линейке ля-крем у нас с вами с персиком. Взяла два продукта. Мыло и гель для душа. Опять же то, что всегда надо. Для тела баттер там крем не стала брать, потому что в такую жару это нереально просто. Только мистые. Да, персик и молочный протеин. Давайте с вами заценим аромат в обоих продуктах. Потому что Фаберлик бывает так иногда, что различается. Артикул геля для душа 79-73. Персик. Сладкий, сладкий такой персик. Ну, действительно персик. И сочный такой аромат. Ярко выраженный. Классно. Они не сильно пенят ля-крем на самом деле. Но они нежненькие. А мыло руки не сушат. Его на кухню беру. А вот у мыла не такой ярко выраженный. Как-то вот отголосок какое-то чувство. Сейчас еще раз, чтобы вас не обманывать. Не настолько. Вот как-то чуть-чуть послабее. И немножечко химоза разбавлена. Мне так кажется на самом деле, девчонки. 79-71 артикул мыла. В геле для душа прям там пахнуло. Так пахнуло. Причем через маленькую дырочку. А тут я такую внещаю. Не знаю. Посмотрим. Из постоянных покупок была хорошая цена. Взяла венотоник. Классно снимает мне усталость ножек. Вечером после душа наношу ножки на стену, задираю. 5 минут полежала. Все. Ноги отдыхают. Хотя ходим мы сейчас, мне кажется, я не знаю, я 30 тысяч шагов в день нашагиваю. Артикул 17-33. Кто не пробовал, девчонки советую. Как такового сильного охлаждения здесь нет, но усталость действительно снимает. И взяла девчонки размягчающий гладких пяточек полно в запасе крем-кабресс для ног. Он мне действительно понравился. И правильно вы писали в комментариях, что нужно применять его не по инструкции. Нанесли на ножки таким хорошеньким слоем. Надели пакеты либо пахилы, сверху теплые носки. Полчаса свои дела поделали. И пошли пемзы, все счистили. Все. Ножки как у младенца. Поэтому зачем куда-то идти, когда в Фоберлик есть такое чудо-средство. 16-96 артикул. Здесь большой процент 30 мочевины. Поэтому работает. Работает правильно, вы мне писали. Хорошо, что навели меня на эту мысль. Спасибо вам. Мне тоже часто очень даете ценные советы. Взяла свою любимую органу. Она сейчас тоже по хорошей цене. 118-54 артикул. Самый любимый мой кондиционер. Я знаю, он во многим тоже полюбился. У него такой аромат парфюма. В общем, такого классного, классического, люксового парфюма. Здоровский вообще аромат. Мне очень нравится, как на выходе пахнет белье прямо на всю квартиру. Обожаю. И остается действительно на белье. И остается такой насыщенный. Я так люблю. Вот кто тоже любит, чтобы насыщенный аромат на белье оставался, это ваша история. Так, еще две новинки, по-моему, и все. Да, я коробку убираю уже. Так, взяла, девчонки, хайлайтер. Румяшки брать не стала, потому что недавно такой магнит косметик купил, очень достойная и румяная. И сейчас летом тоже ничем не пользуюсь. Вот ни тона, ничего, сейчас на моем лице абсолютно нет. Тушь и помады, все. Это у нас с вами новый хайлайтер. 64-34 артикул. Здесь такая бадья, скажем так, что хватит, мне кажется, внукам. Да? Мне понравилось, в обзоре у випов видела цвет. Как тенюшки будет классно. Да, это такой благородный. Девчонки цвет, смотрите, здесь еще тоже фиберлик написано. Он такой благородный. Хотя вроде и желтит. Ой, какой он мягенький. Знаете, он такой сатиновый. Вот научились делать, наконец-то, фиберлик. Палетки нормальные. Вот что последняя палетка теплая из линейки Глэм Тим, да? У нас с вами холодные и теплые две палетки. Вот там такие же они мягенькие, тенюшечки, такие вот бархатные, что хайлайтер. Он желтенький, видите, такой. Я вам еще, конечно, поближе покажу. И, допустим, мы с вами его куда нанесем? Под бровку. Под бровку нанесли, тушанули. Глаз засиял уже. И под вторую. Мы с вами в следующем видео сделаем макияж всеми новинками. Там у меня тушь сейчас еще. Смотрите, пигментация насыщенная, да? То есть я вот в камеру смотрю и вижу, как слой такой приличный. Но огнище, уголок глаза. Прямо вот одним сводчем сейчас вся разукрашусь. Да, заблестел тоже. Слушайте, классный, классный по цвету. Ну, подайте я в зеркало посмотрю. Нет, красивый. Красивый. Он не рыжит, не желтит на лице. Красивый, правда. Он действительно красивый. И я хочу его как тени использовать, да, совершенно точно. И как хайлайтер, и как тени. Очень классный. Прям вот достойный. Такая сильная пигментация. Девчонки, советую. Да, хайлайтер неплохо, неплохо, молодцы. Так, сводч поближе сейчас вам покажу. Совсем не рыжит. Видите, вот тут я прям немножко так растушевала пальцы. Вот тут просто вот сводч перенесла. Смотрите, какой красивый оттеночек. Так, правильно камера вам передает? Да, все правильно. Красивый, мне очень понравился. И он действительно пигментированный. Не надо там полчаса кистью по лицу мазюкать, чтобы добиться какого-то эффекта свечения. Смотрите, как все достойно. Про помаду забыла рассказать. Она так и осталась на губах. Мягкая, сатиновая. Нет, здесь... Нет, но эффект матовый, эффект матовый. Ну вот она по губам елозий, да? Смотрите. Она совершенно нестойкая. Видно вам хорошо? Совершенно нестойкая. Хотя нет. Вы знаете, больше не отпечатывается. Только первые два раза. Обманула. Давайте поцелуем чек по традиции. Была у меня такая раньше традиция целовать чек. Потому что практически нет ничего. Все-таки стойкость какая-то есть. Есть смысл ее чем-то промокнуть, чтобы финиш был совсем матовый, да? И салфеткой попробуем. Но салфетка очень хорошо стирается. Все. Как не бывало. Но у меня губы практически такого цвета, поэтому, конечно, да. Салфетка хорошо стирается, как бы все отлично. Но стойкость хоть какая-то есть. Слушайте, есть, да. Поэтому комфортная. Она очень комфортная. Она по-любому не будет сушить губы. Я уверена на 100%. Она комфортная, потому что губах, она чувствуется, знаете, как масляная. Хотя, по факту, финиш матовый. Интересную вещь тоже сделали, поэтому добро. И следующая новинка. Эту тушь не хотела брать, но вы мне так ее схвалили. Это фест-класс, которая в оригинале, вы сказали, она настолько потрясающая. Это не моя вообще кисточка, не моя история. Но как не протестировать? Еще и коричневая. Артикул 5372. Главим Тим. Фест-класс коричневая. Флакончик. Кисточка. Я люблю силиконовую. Вот у меня сейчас на ресницах тушь Vivienne Sabo. Вот это да. Вот сравним. Сравним с вами хотя бы с Miss Curl. Посмотрим. Вот такая вот она коричневая. Пахнет обычно. Одушка обычная. Miss Curl также пахнет. Но я просто не очень люблю такие кисточки. Но посмотрим. Может быть зайдет. Вы прям нахваливали, говорили, что это бомба. И надо брать. Надо брать. Я, конечно же, взяла. Будем тестировать. Будем тестировать. Сделаем с вами макияж новинками. Так, ну и что? Ну и все. Ну и все, мои хорошие. Такой вот заказчик. Жалко некоторых новинок, конечно, не было. И кофе очень жалко. Ну, что поделаешь. Новый каталог пришел. Ну, кстати, интересно. Не сильно много новинок. Там в конце, в основном, я уже его листала в интернете. Но есть из чего выбрать. И будет обалденный вообще подарок для новичков. Это система пилинга, три шага. Все. Классная система. Как раз на осень. Сентябрьский каталог. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Регистрируйтесь. Будем с вами общаться. Помогу, чем смогу. Ну и на этом все. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.